Безопасность граждан ценой собственной жизни. Сегодня почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении. Возле здания областного управления МВД прошел митинг-реквием. С тех пор, как при исполнении погиб муж Валентины Петровны, прошло чуть больше 20 лет. А она все еще не может сдержать слез, вспоминая супруга. А тот роковой день помнит в подробностях. В тот день он немножко задержался. Я уже ребенка уложила спать. И потом резкий звонок в дверь. Он не должен был звонить. Я понимала уже, что-то случилось. Когда стоят сотрудники милиции и сказали, задерживали наркоманов. При задержании наркоманов он погиб. Дочь погибшего капитана милиции, повзрослев, решила пойти по стопам героя отца. И тоже работает в правоохранительных органах. Когда отец погиб, мне было 5 лет. И выбор профессии как-то сразу стал. Ни вопросов не было. Капитана милиции, Эсмира Алиева и еще многих других сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей, вспоминали на митинге у обелиска героям. Каждый из них спас человеческие жизни ценой своей собственной. Я восхищаюсь каждому из них. У них, наверное, был выбор. Выбрать жизнь или долг. И все они не колеблись, выбрали исполнение долга. О каждом погибшем работнике милиции можно сказать смело. Он выполнил свой служебный долг до конца. Сегодня, в день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших на службе, вспоминали каждого из них. Одной из семей погибшего сотрудника, мэр города Александр Син, вручил ключи от квартиры и высказал свои соболезнования и восхищения героями. Только за годы независимости запорожская милиция потеряла семерых сотрудников, героически погибших, за покой и безопасность граждан. Во время митинга их почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.